Приветствую вас во второй части по вязанию жилеточки. Итак, мы связали в первой части вот такой вот замечательный перед. Если он немножечко берется у вас волнами, не совсем ровно, ничего страшного, абсолютно вы после того, как полностью весь жакетик закончите, жилетик, то вы просто его постираете, выжмите и высушите на ровной поверхности. Вот, здесь, смотрите, после того, как мы закончили правую сторону, вот эту вот полочку, я довязала еще без убавления 4 ряда, для того, чтобы у меня была симметрична сторона, вторая, первой нашей провязанной. То есть, все точно так же. И вот я переодела на одну спицу. Вот, здесь я ниточку отрезала, как и на первой стороне, довольно-таки коротко, просто оставила кончик для того, чтобы потом спрятать вот этот, закрепить краешек ниточки. Вот, а на спинке мы будем уже, когда свяжем спинку, будем оставлять подлиннее кончики, для того, чтобы нам было удобно закрыть плечевые швы. Вот, мы связали перед. У меня перед получился общей высотой от начала вязания резиночки до вот этой вот макушечки, где-то 44,5, может даже 44,7 мм, ну почти 45 см. Я думаю, что этого будет достаточно вполне. Вот, поэтому, опираясь на перед, я буду спиночку вязать точно так же, как перед, но просто лицевой вот такой вот гладью. И я не зря вот здесь заканчивала лицевую гладью, лишь для того, чтобы у меня спинка и перед как бы были в соответствии узорчика. Вот, и мы будем вязать спиночку точно так же, как и перед, начиная с резиночки, затем такое расстояние, которое было у нас до проймы, будем вязать лицевой гладью, а затем закроем пройму и вот так вот будем продолжать вязать лицевую гладью немножечко, а затем закончим пониже горловинку, для того, чтобы ее было вязать, ну, было, чтобы красиво не топорщилось, ничего не морщилось. По краям у нас здесь осталось открытых петелек, которые будут открыты постоянно, так как я буду сшивать трикотажным швом, по 19 петелек. Вот эти средние 31 петелька у нас закрылись V-образным вот таким вот вырезом горловины. Со спинка все гораздо проще. Смотрите, вы набираете точно так же, как на перед, 83 петельки. И вяжем резиночку, затем просто лицевой гладью. Но, начиная вязать вот эти 15 рядочков резиночки, получается, с изнаночной стороны у вас будет лицевая. То есть, вот эта косичка, как и на переде, будет у нас с лицевой стороны. Но, по факту, первый ряд у нас будет вот с изнаночной стороны. Начинаете, смотрите, вы ряд немножечко по-другому, чем на переде. Для того, чтобы у нас вот этот рисуночек резиночки 2х2 совпал. Смотрите, мы вяжем сначала кромочную, затем вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. В конце у вас должно закончиться 2 изнаночные, 1 лицевая и кромочная изнаночная. Для того, чтобы у вас вот здесь с передней части оказалось кромочная, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть, как бы продолжение того рисунка, который у нас был на передней части. И вот эти вот 83 петельки у нас поделены на резиночку 2х2 перед и спинка в соприкосновении рисуночком. Теперь вяжете 15 рядочком, начиная с первого ряда, как я вам уже объяснила, просто уже петелька над петелькой 15 рядочков. И затем переходите просто на лицевую гладь на спице 3,5. Вяжем, 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 вяжем высоту, как и на передней части. Если вы считали количество рядов в высоту, то замечательно, значит вы не ошибетесь. Вот вяжете такое же количество рядов и точно так же, как в передней части, закрываете проймочку. Я думаю, что здесь уже объяснять не нужно. Для тех, кто связал уже перед, спиночка будет еще более понятна. Просто вяжете лицевой гладью. Кромочная первая снимаете непровязанной, последняя изнаночная. И вот связали вы проймочку закрытия, сделали петелек. И вяжем, вяжем, вяжем от проймочки 14,5 см в высоту. То есть не довязывайте 2 см до общей высоты жилеточки. У меня 16,5 см проймочка, поэтому 14,5 см я провязала. И начиная с 14,5 см на 2 см буду вывязывать верхушку горловинки. То есть отделять вот эти вот петельки для плечевых швов или скосиков. И отделять горловинку. Горловинку на задней части мы будем закрывать не V-образным способом, как на передней части. А вот таким вот небольшим закруглением назад. Для того, чтобы когда вы будете обрабатывать горловину, у вас просто не топорщилась ваша резиночка. Ну как бы она ложилась, чтобы на спиночку красивенько. Я буду делать небольшое закрытие петелек. То есть слегка у меня будет вот так вот где-то закругление. Можно сделать его более глубже для тех, кто хочет резиночку связать пошире при обвязывании горловинки. И точно так же, как и на передней части, у нас будет для плечевых скосиков по 19 петелек. Средние 31 петля будут у нас для горловиночки. Теперь смотрите, нам нужно вот эти 31 петельку постепенно закрывая, вот так вот закруглить до самого конца вязания спинки. Для того, чтобы у нас не топорщился, обработанный край горловинки. И при одевании он у нас был такой вот как бы прилегающий, а не торчащий. Вот, поэтому мы сделаем небольшое вот такое закрытие. И первые 19 петелек провязываем лицевой. Далее у нас следующие идут 31 петелька. Мы еще с этих 31 петельки забираем 3 петли лицевые, которые мы закроем постепенно. 1, 2 и 3. То есть 19 плюс 3, 22 петли провязали первые лицевой. Это с лицевой стороны, обратите внимание. Теперь берем, вяжем 2 лицевые, последующие 2 петли. И предыдущую одеваем на следующую провязанную лицевую. То есть как бы делаем закрытие петелек. Нам нужно закрыть 25 петель. Мы сделали первое закрытие. Далее следующую вяжем лицевой. Одеваем предыдущую на последующую. Второе закрытие. Далее третью провязываем лицевой. Провязываем третье закрытие. Далее лицевая. Четвертое закрытие петли. Пятая петли закрытия. Шестой. И так нам нужно закрыть 25 петель. Есть отдельное видео по закрытию петель. Для тех, кто не понимает, что я делаю. Просто провяжите первые 22 петли лицевыми. А затем закройте 25 петелек обычным закрытием петель. Можно в отдельном видео. Для тех, кто понимает, вяжите вместе со мной закрытие. И у вас в конце этого ряда при закрытии средней 20 петель должно остаться, как и в начале, 22 петли. То есть 19 петелек плечевого скоса. И 3 петли для того, чтобы убавить нам постепенно горловинку. И так закрываем 25 петелек. Закрыли 25 петелек. И у нас остается в конце 21 петля. И 22 у нас вот здесь вот при закрывании косички. Вот такой. Довязываем эту 21 петлю, чтобы у нас все вместе петельки были. Довязали все петельки лицевые. И кромочная у нас изнаночная. У нас получилось вот такое вот небольшое закрытие. Теперь разворачиваем на изнаночную сторону. И провязываем эти 22 петельки. Из них первая кромочная снимаем. А последняя вяжем точно так же изнаночной, как и кромочную. Несмотря на то, что это изнаночная сторона. Все равно вяжем последнюю изнаночной. Последнюю из 22. Пока те, что 25. И вторую сторону плеча мы не трогаем. Довязываем петельки. И последнюю довязываем изнаночной. Поворачиваем вязание снова на лицевую сторону. Вот у нас лицевая сторона. С этой стороны нам нужно закрыть две петельки. Кромочную первую мы снимаем непровязанной. Далее вторую петлю вяжем лицевой. И одеваем кромочную на лицевую петлю. Снова вяжем одна лицевая. И одеваем предыдущую на последующую петлю. Так мы закрыли две петли. Дальше до конца ряда довязываем просто лицевыми петельками. Кромочная, изнаночная. И изнаночный ряд вам нужно провязать все петли изнаночные. Кромочную снимаете непровязанной. И все петли изнаночные. Далее встретимся с вами на таком же вот лицевом ряду. Провязанный лицевой у нас сейчас будет и изнаночный. Провязали изнаночный и повернули на лицевой ряд. В этом ряду нам нужно закрыть одну петельку. Поэтому кромочную снимаем непровязанной. Вторую петельку вяжем лицевой. И кромочную одеваем на лицевую. Сделали последнее закрытие. И довязываем до конца ряда все петельки лицевые. Кромочная, изнаночная. И изнаночную сторону петельки просто провязываем изнаночными. То есть продолжаем лицевую гладь на оставшихся петельках. И довязав до конца изнаночный ряд, поворачивайте на лицевую сторону. Если вы связали все правильно и сделали правильное закрытие, то у вас в итоге должно получиться 19 петель вместе с кромочными. Это плечевой скос. И от начала вязания проймы, вот здесь вот у вас высоту получается 16,5 см. Вы измеряете и от общей величины у вас получается нужная высота жилеточки, как и с лицевой стороны. Можете посчитать по количеству рядов, если вам так проще. Можете просто по сантиметрам ориентироваться. Связав изнаночный последний ряд, мы берем, отсчитываем 30 см, измеряем вот так вот линейкой и отрезаем вот эту ниточку. Теперь поворачиваем вязание на изнаночную сторону. И у нас получилось с одной стороны законченная спинка, а с другой стороны вот так вот, как бы незавершенно. И здесь у нас, если вы помните, количество петель 22. Теперь берем ниточку и крючок. Вы только что отрезали ниточку и вот берем этот краешек, присоединяем этот краешек, вот где-то можно последней вот здесь вот петельки закрытой или первой, как вам удобно понять. И вытаскиваем вот так вот ниточку. Это будет у нас рабочая нить. Вот. Можно, в принципе, эту петельку провязать вместе с лицевой. То есть, как бы вводите ниточку для того, чтобы у нас здесь был красивенький переход, в общем, красивенький краешек. Хотите, можете эту петельку не делать, а просто ниточку. Итак, я провяжу вот эту ниточку вместе с кромочной первой одной петлей изнаночной. И посмотрите, у нас получается вот такой вот аккуратный вот ниточки. Здесь ниточка у меня делится. Будьте осторожны, если у вас тоже так делится, еще раз лучше ее перевяжите. Подтягиваем ниточки краешек и смотрим. На лицевой стороне у нас аккуратный переход, потом вот этот краешек ниточки мы просто спрячем. И нам все петельки эти нужно провязать по рисунку, то есть, изнаночными петлями. Всего их у нас 22. Пока вяжем без изменения изнаночный ряд. И затем с лицевой стороны повернуйте. Первую кромочную снимаете непровязанной. 20 петелек вяжите лицевыми. И кромочную вяжем изнаночной. То есть, изнаночный и лицевой ряд пока вяжем без изменения 22 петли. Теперь развернули на изнаночный ряд. И нам нужно, как и с первой стороны, закрыть в этом ряду 2 петельки. Кромочную снимаем непровязанной. Далее вяжем изнаночная и одеваем кромочную на изнаночную. Затем снова изнаночная и предыдущую на последующую петлю. Так мы сделали закрытие двух петелек. И до конца ряда изнаночного вяжем все петли изнаночные. И лицевой ряд также вяжем без изменения. Кромочную не забывайте снимаем. Последнюю провязываем изнаночной. Довязав лицевой ряд, мы разворачиваем на изнаночный. Теперь кромочную снимаем и вторую вяжем изнаночной. Одеваем кромочную на изнаночную. Сделали закрытие одной петельки. Далее довязываем до конца вот эти вот петельки изнаночными. До самого конца ряда. Кромочную также вяжем изнаночной. Довязали и развернули на лицевой ряд, у вас должен получиться вот такой вот скосик с лицевой стороны. Теперь мы закончили, как и первый раз, вязать на изнаночной стороне. То есть вот они провязали мы две стороны изнаночные. И у нас осталась вот такая вот ниточка. Измеряем тоже 30 сантиметров и отрезаем. Она нам больше не нужна. Если вы посмотрите, то у вас должно быть одинаковое количество провязанных рядочков с одной и с другой стороны. То есть высота вот этой горловинки с обеих сторон должна быть одинаковая. Плюс, если от проймы вы измеряете вот здесь вот до плечевого скоса, у вас также должно остаться как и с одной стороны 16,5 сантиметров, так и с другой стороны. То есть вот от вот этого ряда, от начала убавления до плечевого скоса 16,5 сантиметров. Все, для горловинки мы немножечко убавили петелек, то есть мы убавили 25 средних и затем по 2 с каждой стороны во втором ряду, по одной с каждой стороны во втором ряду. То есть мы получается убавили 25 и 6, 31 петля. По краям у нас осталось плечевые скосы по 19 петелек, как и с передней полочки. Итак, в общем, наша спинка готова. Отрезаем ниточку, мы будем ею закрывать плечевые скосы. Вот эту ниточку можете пока вот так вот между косичками спрятать, она нам не нужна, можете закрепить ее, отрезать. Для удобства можете переодеть вот эти открытые петельки на дополнительные спицы, либо булавочку. Я переодела для удобства на одну спицу обе вот эти вот стороны плечевых скосиков. И теперь у нас, смотрите, точно так же, как и на передней части, по 19 петелек. Средние 31 петля у нас убавлены для торловиночки. И теперь берем, вдеваем ниточку в иголочку. Вот это у нас как раз крайние петельки, у нас к краю спицы. И где ниточку в иголочку, берем переднюю часть. Вот она передняя часть, поворачиваем к себе обе части, и спинку, и переда, лицевой стороной вверх. То есть вот так вот соприкасаем. У вас по количеству петли, как на одной стороне плеча, так и на другой одинаковая, по 19 петелек. Поэтому берем, закрепляем ниточку на вот так вот обеих сторонах. И начинаем сшивать трикотажным шовчиком. То есть как сшивать трикотажным шовчиком, вы можете посмотреть в интернете, чтобы вам было более понятно, что я сейчас буду делать. То есть я беру, закрепляю вот так вот ниточку за две петельки, а затем начинаю сшивать по рисунку. То есть смотрите, у нас вот петелька повернута все время вверх, поэтому я сначала ввожу в прошитую петельку, а затем ту, которую на спице. То есть сквозь две петли прошиваю ниточку. Теперь снизу. Вот она у нас прошитая петля и не прошитая. Но у нас не прошитая должна быть повернута всегда вот так вот вверх, как бы вот как косичка лицевая идет, так вверх. Значит мы в нее вводим снизу. Если же она у вас смотрит вот так вот вниз, то вы разворачиваете наверх прошитую петельку и не прошитую петельку, развернутую наверх. Я вот так вот буду постепенно снимать. Можно было бы, конечно, снять все сразу и прошивать. Но, честно говоря, я не люблю, когда петельки в разброс, поэтому я буду делать это постепенно снятием. И вот, смотрите, снова у нас прошитая и не прошитая. Мы сначала заводим ниточку в прошитую петлю, вот она у нас. А затем в не прошитую со спицы снимаем. И все время у меня идет чередование. То внизу прошиваем, то сверху, то внизу, то сверху. Сначала берем непрошитую вводим иголочку, затем в прошитую. Сверху прошили, сильно не затягиваем. Спустаемся вниз. Я буду постепенно вот так вот снимать петельки на протяжении всего сшивания плечевого шва. Вот так вот, то снизу, то сверху, то снизу, то сверху. И у нас получается вот так вот, видите, ровненько, как будто мы не сшиваем, а связываем. То есть вот такой вот существует хитрый шов, который заменяет нам лицевой ряд. И вот так вот я буду без рубчиков сшивать. У нас с лицевой стороны получается продолжение лицевой глади, а с изнаночной стороны изнаночной глади. Я сейчас дошиваю и покажу вам, что получается у нас в итоге. Вот так вот, то вниз, то снизу. То вниз, то снизу. У нас получается, как бы прошивание иголочкой, как бы только внутренних стеночек косички. Одной и второй. Снова вот внутреннюю вводим прошитую и внутреннюю выводим непрошитую. Снимаем со спицы и прошиваем вот так вот ниточку. Сшиваем вот так вот до того момента, пока у нас не закончатся петельки на обеих спицах. Так как количество одинаковое, то они закончатся одновременно. Практически. Вот. И вот такой вот замечательный шовчик у нас получается. Сильно не затягивайте для того, чтобы у нас вязание не отличалось при сшивании и вот при вязании лицевой глади ранее на полочках. После того, как прошили первый плечевой шовчик, приступаем ко второму. Вдеваем ниточку в иголочку и точно так же вот так вот снимаем, снимаем, снимаем. Сначала вдеваем иголочку в прошитую петельку, а затем в непрошитую. И постепенненько с одной стороны, с другой стороны снимаем по петельке. В общем, делаем все то же самое. После того, как сшили плечевые швы, вы видите, у нас как непрерывное вязание получилось. Без каких-либо рубчиков и шовчиков, то мы приступаем к боковым швам. Боковые швы я буду делать самым простым способом. Можно было бы зашить их крючком, но вот, честно говоря, на детской одежде мне захотелось здесь сделать минимальные рубчики, поэтому я вот здесь вот у меня остался небольшой краешек ниточки при наборе. Я сошью сначала им начальное вот здесь вот сколько хватит ниточки, а затем присоединю новую ниточку и сошью еще вот это расстояние, которое у меня останется. Так как здесь у нас подбор был рисуночка резинки, то здесь беспроблемно можно сшить, исходя из кромочных петелек друг к дружке. Можно сравнить вот так вот, в общем, узорчик резиночки 2х2, сравнять, я бы даже сказала, не сравнить, а сравнять вот так вот. Если кромочные сошьете, то у нас здесь идет 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. То есть узорчик совпадает точно так же и с другой стороны. Я буду сшивать иголочкой за кромочные петли, вот эти вот боковые их стеночки, и с одной стороны, и с другой стороны, и затем уже будем обрабатывать горловинку и рукавчики. После того, как мы сшили плечевые швы, посмотрите, у нас получилось как непрерывное вязание переда и спинки. Теперь мы приступаем к сшиванию именно боковых вот этих вот стеночек. Смотрите, если вы посмотрите вот здесь вот снизу, начиная с первого ряда резинки, мы с вами специально делали вот такой вот подбор петелек для того, чтобы было непрерывное вязание как бы резиночки. То есть смотрите, у вас здесь идет 2 лицевые кромочные, а здесь кромочные, 2 изнаночные. То есть если вы кромочные будете между собой сшивать за боковые вот эти вот стеночки, то у вас пойдет вот так вот 2 лицевые, 2 изнаночные и дальше продолжится резинка со спинки. Точно так же и с другой стороны у вас будет именно подобран рисуночек идеально, поэтому будет как бы вид такого тоже непрерывного вязания резинки 2 на 2. Затем у нас здесь будет переход на именно верхнюю вот эту основную часть вязания. И при этом, посмотрите, со спинки будет лицевая гладь красиво ложится в сочетании с вот этими вот зигзагами. Я буду сначала сшивать, вот у меня осталась ниточка при наборе небольшая. Я буду сшивать, насколько ее хватит, затем прикреплю другую ниточку и продолжу сшивание до вот этой проймы. Пройма также у нас должна совпасть вот здесь, поэтому будьте внимательны при сшивании, у нас все должно быть отлично. Точно так же и с другой стороны. Затем мы будем обрабатывать вот эту вот пройму нашу, то есть рукавчики и горловинку. И затем уже будем прятать вот эти вот остаточки ниточек, кончики. Я их пока не трогала для того, чтобы их красиво потом просто закрепить по ходу вязания, именно обработки краешек. Вот мы шили боковые швы и получилось как бы такое соединение непрерывного вязания. То есть смотрите, как шли две лицевые, кромочные мы сшили, далее идут две изнаночные, две лицевые, то есть вот так вот. И боковая сторона, как вы видите, со спинки плавно переходит на перед зигзага в лицевой гладью. С одной стороны и точно так же с другой стороны. Здесь тоже идет резинки непрерывная как бы визуализация вязания и спинка плавно переходит по лицевые зигзаги переда. Итак, мы дошивали до проймы и вот я уже проймочки обработала. Обрабатывать очень просто. По самому вот здесь вот краешку, не по кромочному ряду крайних петелек, а по предыдущим рядочкам набираете вот здесь вот петельки с боковой стеночки. И получается у нас здесь будут вот такие вот на лицевой глади небольшие полосочки, так как мы их никак не уберем. Это у нас, скажем, в вязании с изнаночных вот здесь вот петелек, когда набираете петельки, менее заметно переход на резинку. Здесь, где лицевая гладь, более заметно. То есть у вас будет вот такая вот полосочка. Следите за тем, чтобы полосочка не смещалась. То есть берете четко по одному ряду набор петелек, делаете не по, в общем, не делая никакие зигзаги, переходы на соседние ряды. Набираете, в общем, 80 петелек в общей сложности, вот они, наши кромочные петельки, хорошо видны. Они у нас не грубые, очень мягкие, поэтому в ручку не буду давить. Набираете по кругу 80 петелек на дополнительные спицы, вот эти вот чулочные. И вяжете резиночкой 2х2, как мы начинали вот здесь в начале. Так и здесь вяжете 7 рядочков резинки 2х2. Я вязала в круговую, то есть круговое вязание непрерывное. Можете вязать прямыми обратными рядами, и затем сделать такой вот шовчик. Не забывайте, что кромочные у вас также должны присутствовать, если вы будете делать сшивание. И я закрыла обычным вот здесь вот машинным швом закрытие резинки 2х2. Вяжется он как обычный трикотажный шов резинки 1х1, но вот здесь вот немножечко он по-другому изменен. Можно закрыть также обычным самым способом. Единственное, что я вам советую закрывать не лицевыми петлями, а изнаночными. И делать вот такие вот протяжки, как бы предыдущие, на последующие. То есть как мы делали в прайме, но только изнаночными петлями. Так будет менее заметно и более красиво окончание. Если вы сделаете лицевыми петлями, то получится вот такая вот лицевая косичка по всему кругу рукавчика. Ну, как по мне, вот машинный шов самый идеальный. Почему? Потому что эластичность добавляет он. То есть рукавчик у нас не потянется по ширине. Будет всегда такой вот аккуратненький, стянутый слегка. И на ручке будет не табырщиться. Итак, набираем на ручке по кругу 80 петелек. И вяжем резиночкой 2х2 7 рядочков. Затем закрытие петелек. На горловинке же я буду вязать немножечко по-другому. Я набираю по всему периметру, не из кромочных, опять же, петелек, а из предыдущих рядочков. Вот здесь вот по кругу, то есть перед, спинка, перед. Вот здесь вот такой вот треугольничек, даже не круг. Я набираю 112 петелек. То есть у меня будут вот здесь вот на передней стороне по 36 петелек, и остальные на спинке. И буду вязать немножечко другим способом. Смотрите, то есть я буду также резиночкой 2х2 вязать, но вот здесь вот я хочу уточнить. При наборе петелек, вот здесь, начиная с уголка, прикрепляете ниточку и начинаете набор петель. Но смотрите, у нас здесь, для того, чтобы не сбился рисунок на бок, резиночки 2х2, вот здесь вот на горловинке, а был четко уголок по серединке при сшивании, нам нужно, вот смотрите, из вот этой петельки, которая самая нижняя у нас идет в углу, нужно набрать 2 петли по краям от нее. Здесь я вам, честно говоря, не очень хорошо видно, не могу вам точно показать, вот прям до идеала, но вот она центральная петелька, и вокруг нее с одной стороны и с другой стороны мы набираем по петельке, для того, чтобы у нас вот эти петельки служили как бы кромочные. Мы сейчас будем вязать прямыми обратными рядами, туда-обратно, 7 рядочков, такие же, как и на рукавчике, ширина резинки, а затем сделаем шовчик ровно по серединке за вот эти вот кромочные, которые у нас по краям от вот этой центральной петельки, самой нижней уголка. Они нам послужат кромочными, за которые мы сошьем уголок. Итак, вяжем сейчас, набираем 112 петелек по горловине, вяжем 7 рядочков резиночки 2х2, и не забываем, что у нас вот эти вот первая и последняя петля в ряду будут кромочными, поэтому мы делаем кромочную, затем вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее, и в конце ряда у вас должен закончиться ряд двумя лицевыми и кромочная, изнаночная. Вот таким вот образом вяжем горловинку 7 рядочков, и тоже я буду закрывать вот таким вот трикотажным машинным швом резинки 2х2. Опять же, можете закрыть обычным закрытием петелек, то есть это сильно роли не играет, так как вы вяжете как бы для, если для своих, не на, скажем, не на продажу, то в принципе это будет очень хорошо смотреться, и изнаночными петельками рекомендую вам закрывать, опять же, и по горловине, для того, чтобы у вас изнаночные петли выглядели как рубчики такие вот, а не просто как лицевой петлей косичка. Вот. Итак, вяжем 7 рядочков и закрываем петельки. Затем сошьем по кромочным, вот так вот здесь сделаем как бы сшитие уголочков. В принципе, можно было бы, если прямыми и обратными будете рядами вязать, набрать больше петелек, чем 112, и полочка на полочку наложить там, где горловинка, так как вот классической жилеточки. Но, честно говоря, я здесь хочу сделать именно посерединке шовчик, поэтому я набрала немного петелек, и у меня как раз вот в этом промежуточке хорошо помещается голова ребенка. Обязательно обратите на это внимание, что если у вас 112 петель мало, чтобы голова вот здесь вот ребенка прошла, то наберите большее количество, обязательно. Здесь это тоже учтите, потому что край хоть и эластичный, но если вы сделаете закрытие петелек, и у вас будет маловато, то, в общем, туго будет проходить голова, и тут же опять же будет, если рубашечка какая-то поддеваться, либо гольфик тоже, чтобы было не впритык гольфику, горлышку, а слегка такой вот оставался треугольничек запаса видимости гольфа. В общем, вяжем и заканчиваем нашу жилеточку. Я разделила вязание на 4 спицы, так мне было удобнее вязать. Теперь смотрите, так как мы вязали прямыми и обратными рядами, у нас получилось вот такое вот рассоединение ряда резиночки. Теперь смотрите, провязав 7 рядочков, мы оказались в начале вот здесь вот лицевого ряда, и я буду закрывать петельки. Буду закрывать петельки машинным швом резиночки 2х2. Может он как-то еще по-другому называется, но, честно говоря, я знаю название вот такое. Смотрите, у нас первая идет кромочная, затем 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот с такого принципа я и буду закрывать. Единственное, что нам нужно будет учесть, то, что всегда с лицевой стороны мы будем работать на лицевых петельках, вот этих вот, 2 через 2, с изнаночной стороны мы тоже будем работать на лицевых петельках. То есть те же изнаночные, которые мы будем пропускать с лицевой стороны, у нас будут с изнаночной стороны лицевыми. И будем работать за, получается, соседние петельки. Это как? Смотрите. Вот у нас 2 лицевые повернуты передней стеночкой к нам. Нам нужно будет работать так, чтобы вот эта передняя стеночка с одной петли и задняя со второй петли были соединены вместе. То есть не передние петельки, а одна передняя, вторая задняя. То есть как бы соседняя. Сейчас по ходу вязания, точнее сшивания я вам покажу. Вдеваем ниточку в иголочку. Длина ниточки должна соответствовать хотя бы двум кругам вот этим вот нашим. То есть у меня это приблизительно где-то сантиметров 60, может даже 70 я всегда беру с запасом. И вдеваем ниточку в иголочку. Теперь смотрите. Вот она наша петелька кромочная. Она у нас фактически считается изнаночной, так как следующие 2 лицевые. Поэтому нам главное закрепиться. И я беру просто сквозь нее продеваю, вот так вот снимаю ее со спицы и продеваю сквозь нее иголочку. Затем в образовавшуюся петельку еще раз продеваю иголочку. То есть как бы закрепляю вот эту нитку. Нам первая петля, эта кромочная, не столь важна. Она у нас просто есть и она нам нужна будет для сшивания. Теперь у нас 2 идут лицевые. Одну мы продеваем лицевую, вот так вот, как я вам уже говорила, за переднюю стеночку. А вторую лицевую продеваем за заднюю стеночку снизу. Вот так вот. То есть 2 соседние петли. И сквозь них прошиваем ниточку. Сильно не затягивайте ниточку, для того, чтобы у нас был эластичный край. Далее поворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вот они у нас идут 2 лицевые. Но так как кромочная у нас считалась тоже за изнаночную, то мы сначала вдеваем иголочку в кромочную. Затем у нас вот она лицевая. Лицевую нам нужно также за соседнюю петлю захватить. То есть вот так вот повернуть косичкой влево. И прошиваем сквозь прошитую и непрошитую петлю. Причем непрошитую снимаем со спицы. Снова вот так вот немножечко не затягиваем, а как бы закрепляем нашу ниточку. Вот она. Теперь ищем непрошитая лицевая петля. И следующая. Вот она наша прошитая. Вот мы сначала вводим иголочку сквозь прошитую петлю, затем непрошитую. Спускаем изнаночную, она нам пока не нужна. И за заднюю петельку снимаем лицевую петлю. Далее изнаночную возвращаем на спицу. И прошиваем две петли. Разворачиваем на изнаночную сторону. Вот она наша прошитая лицевая. Мы находим ее петельку. И непрошитая лицевая мы разворачиваем ее, то есть снизу поддеваем и снимаем со спицы. Непрошитая петля и прошитая вместе прошиваем ее ниточкой. Снова поворачиваем на лицевую сторону. Вот она наша прошитая лицевая и непрошитая. Мы сквозь две петельки прошиваем иголочку и снимаем непрошитую петлю со спицы. Теперь на изнаночную сторону. Вот она наша лицевая прошитая и следующая петля лицевая непрошитая. Мы сквозь нее продеваем иголочку и снимаем петельку со спицы. То есть мы будем чередовать то с лицевой стороны непрошитую, прошитую вместе прошивать, то с изнаночной стороны. Причем когда нам вот эта изнаночная петелька будет мешать, мы ее просто снимаем со спицы. Затем прошиваем прошитую и непрошитую петельку и возвращаем изнаночную на место. Для того, чтобы у нас эта петелька не потерялась по ходу вязания, сшивания даже. Вот она прошитая лицевая на изнаночной стороне и непрошитая. Вот мы их две пропускаем ниточку сквозь них и при этом не сильно затягиваем. Посмотрите, у нас получается эластичный краешек. Вот мы с одной стороны непрошитую поддеваем и прошитую уже лицевую. Теперь поворачиваем с другой стороны. Прошитую лицевую ищем. Она у нас бывает немножечко вот здесь вот снизу. И непрошитую снимаем со спицы, прошиваем две сразу. Снова возвращаемся на лицевую сторону. Прошитую петлю захватываем, лицевую и непрошитую. При этом изнаночную спустим, прошиваем лицевую, снимаем и изнаночную возвращаем на место. Петельки поворачиваем к себе соседними сторонами, блистри лежащими. Вот так вот. Прошили лицевые, разворачиваем на изнаночную сторону. Вот она прошита у нас лицевая и непрошитая. Снимаем непрошитую, сквозь две петельки продеваем ниточку. Вот так вот я буду прошивать до конца. И получается такое эластичное закрытие резинки 2х2. Существует очень много способов резиночки закрытия 2х2. Там, где переход на резинку 1х1, затем закрытие трикотажным швом. Но, честно говоря, мне вот этот вариант больше нравится. И он, посмотрите, красиво как смотрится и на рукавчиках, и на горловинке. И при этом горловинка получается не толстая. Можно обработать, конечно же, не набором петелек из боковых стеночек, а связать отдельно резинку 2х2. И затем пришить вот так вот горловинки. Но, честно говоря, мне этот эластичный вариант более нравится. Потому что в этот, скажем так, я сделала небольшую горловинку для того, чтобы у меня красиво сидела, скажем, в общем, вот эта вязаная часть, я бы сказала, на горле у ребенка не слишком глубоко. Я не люблю глубокие разрезы на мальчиках. Поэтому я вот такую вот небольшую. И из-за этого у нас может просто, если мы отдельно будем пришивать, просто грубый получится вот здесь вот шов, который не будет тянуться. Мне он больше всего вот этот нравится. То есть наборочный вот так вот делаем краешек. И затем закрываем вот таким вот машинным швом. Итак, в общем, я закрываю дальше машинным швом до конца и сшиваю за кромочные петельки вот здесь вот наше вязание. У нас получается сразу подряд 4 петли лицевые. Абсолютно ничего страшного. Я такого результата и добивалась. Если вы посмотрите, у вас ровно посерединке, вот там, где у вас 3 вот эти вот петли лицевые, вот они у вас посерединочки. И затем еще 2 лицевые, то есть вот 5. Если вы посмотрите, вот так у вас 5 лицевых идет. И вот над ними эти 4 лицевые с резинки. И получается ровно посерединке вот этот вот стык по 2 лицевые с обеих сторон, то есть из 4 лицевых. И кромочные у вас уйдут ровно в среднюю вот эту петельку, с которой она была набрана. Их будет не видно, так как за них будет сшито наше вязание. И горловиночка будет иметь в итоге очень красивый и такой аккуратный вид. И вот, что у нас в итоге после сшивания получается. Ровно 4 вот они косички идут вот здесь вот посерединке. И уголочек соответствует уголочку. Здесь вот немножечко у меня стянуто. Чтобы вначале я немножко вам показывала и затягивала, по-видимому, вот этот краешек при закрытии петелек. Вот. Ну, в принципе, вот сейчас нам осталось лишь только закрыть, в общем, петли, если вы еще не сделали, обработать рукавчики. И намочить нашу безрукавочку. Можете даже из пульверизатора просто ее хорошо намочить и выровнять вот эти вот треугольнички, чтобы они стали у нас на место, вот эти зигзагики. И положить на ровную поверхность, для того, чтобы она высохла. Сзади, как вы видите, получается вот такая вот классическая, видимая вот такая спинка лицевой гладью. И здесь вот так вот рукавчики видны. Горловинка и рукавчики, как вы видите, обработаны одинаково. Одинаковой ширины. Здесь у нас снизу резиночка немножечко должна стягивать. Если же вы вязали одной толщиной спиц, как резиночку, так и вот здесь вот основное полотно, то, в принципе, у вас получится не сильно стянуто. Но все же немножечко вот так вот присоберется. Итак, в общем, убираем вот эти вот остатки ниточек, прячем вот эти кончики, все, что у нас остались. Здесь точно так же смотрим, чтобы у нас ничего не видно было отрезанных этих кончиков. То есть прячем их красивенько, аккуратненько. Еще раз повторюсь, намочите, не гладьте. Вот. И, в принципе, наша жилеточка готова. Я надеюсь, что вам со мной было интересно и было понятно. Поэтому обязательно лайкайте, комментируйте. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Будет много чего интересного нового. Хорошего настроения. Пока-пока.